здравствуйте друзья с вами канал картрейсер tv и сегодня у нас на обзоре электросамокат kuga m4 pro версии 2020 года с батареи 17 ампер часов ну что вы готовы тогда поехали и и и и и и What's up guys, в одном из своих прошлых видео я уже рассказывал вам об электросамокате Kuga M4 Pro 2019 года выпуска. Несколько месяцев назад мне в руки попала рестайлинговая версия 2020 года. Я благополучно откатал на этом электросамокате уже более 1000 км и готов поделиться с вами своими впечатлениями. Так что же изменилось в версии 2020 года, а появился новый более широкий руль с выносом, благодаря чему теперь однозначно удобнее ездить стоя. На руль добавили новый отдельный вольтметр. Новый механизм складывания с педалью, похожий на решение используемое у электросамокатов компании Halton, стал гораздо удобней, надежней при эксплуатации и не требует протяжки. Сигнализация и запуск с брелка была заменена на запуск с ключа. Новые покрышки с агрессивным внедорожным протектором, размерностью 80-65-6 с максимальным давлением 50 PSI или 3,5 бара. Новое, более мощное мотор-колесо на 600 ватт. Динамика разгона почти не изменилась по сравнению с моделью 2019 года, но очень существенно выросла максимальная скорость движения. Появился новый бесшумный адаптер питания. Батарея в моем случае 17 Ач. Появилась и более старшая батарея уже на новых элементах емкостью 18 Ач. В ближайшее время, не исключая появление в продаже версии самоката с батареей еще большей емкости. Качество сборки осталось на прежнем среднем уровне. Складные ручки руля слегка люфтят, но если подраскрутить регулировочный болт в распорках складного механизма ручек, люфт полностью исчезнет. Но ручки будет очень сложно сложить. При частой транспортировке самоката для многих это будет критично. Некоторые резьбовые соединения самоката теперь изначально посажены на резьбовой герметик. Так, например, я не смог разобрать кожух пружины для смазки задних амортизаторов. Благо, выход все же нашел. Брызгаю ВД-40 прямо на рабочей поверхности кожуха. Смазка благополучно проникает, подвеска перестает скрипеть и работает как новая. Передний амортизатор очень предрасположен к попаданию песка и грязи, требует регулярной очистки. Я решаю проблему просто. Брызгаю обезжириватель между витков пружины, вся грязь вытекает оттуда на асфальт, а затем брызгаю туда же смазку ВД-40. Так, понимаю, что решение не самое лучшее, но это работает, ничего не скрипит и функционирует опять же как новое. А теперь внимание, никогда, слышите, никогда не перетаскивайте самокат за сиденье. Резьба, на которой держатся болты, удерживающая платформу крепления сиденья, весьма слабая и после нескольких таких перетаскиваний просто-напросто срывается. Я решил проблему просто. Заменил болты с М6 на четверть дюйма. Даже резьбу нарезать заново не пришлось. Дизайн деки теперь по форме больше напоминает Kuga M4 без приставки PRO. Благодаря новому механизму складывания почти полностью исчез люфт при качании деки относительно руля, но стало меньше пространства для ног при катании, так как механизм крепится к верхней части деки. В сложенном состоянии самокат занимает чуть больше пространства по высоте, нежели версия 2019 года. Наждачное покрытие деки заменили на резиновый коврик. Протирать его стало гораздо проще. Гидроизоляцию заметно улучшили. Щелей даже визуально стало гораздо меньше. Световая индикация, как и раньше радует, неплохой фарой и разноцветной RGB подсветкой. Стоп-сигнал теперь дублируется миганием на светодиодном блоке поворотников по бокам деки. Тормоза и бортовой компьютер остались практически без изменений. Решена проблема сброса общего пробега на одометре каждые 250 км. Ну а теперь, друзья, приступим к тест-драйву самоката. А я постараюсь попутно делиться своими впечатлениями при движении. Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Перед вами электросамокат KUGU M4 PRO 2020 года. Батарея 17 Ач. Мощность мотор-колеса 600 Вт. Сейчас не будем медлить. Сразу приступаем к тестированию подъема. Тот же самый, при подъеме в который свою мощность показывал электросамокат 2019 года. Тоже KUGU M4 PRO с батареей 17 Ач. Первый тест у нас будет проходить в подъем с небольшого разгона. Вот я уже на третьей скорости стартовал. Стартовал на третьей скорости. Разогнался до 40 км в час. И смотрим за максимальной просадкой по скорости. 24, 23, 21, 18, 15, 14, 13. И все, ниже 13 км в час просадки по скорости на подъеме не было. Разворачиваемся. Повторяем тест, но уже сокращаем дистанцию разгона. Сейчас я со спуска посмотрю какая у него скорость максимальная. 57 км в час со спуска. Это, друзья, не шутки. Сейчас я встану прямо перед подъемом и попробую тронуться в него напротив тени от дерева. Так, я остановился. Если отпустить все рычаги управления, самокат сам откатывается назад. Так, я стартую с места. Третья скорость. Так, перед подъемом самокат разогнался до 21 км в час. 22, 22. Смотрим, как он забирается, на сколько вывозит. Мой вес сегодня 70 кг. Так, 10 км в час, 10 км в час и с места вот такой вот результат. То есть, дальше подъем уменьшает свой градус и разгон продолжается. Сейчас будет самый сложный тест для этого самоката. старт с места с центра подъема. То есть, точка максимального уклона находится вот около вот этого дерева, которое справа от нас. Разворачиваем самокат и пробуем тронуться. так, стартуем. Тяжело самокату. 6 км в час. Конечно, заряд батареи не самый сегодня максимальный. 7, 8. 8 км в час самокат смог меня вытащить в подъем с такой большой нагрузкой. Я сегодня в шлеме, с рюкзаком тяжеленьким. Ну что ж, друзья, вот такие вот результаты сегодня самокат показал при заряде батареи. 52 вольта. Это порядка 80% заряда батареи. Итак, друзья, перед нами KUGO M4 PRO. Сейчас мы проедем по нашему спецучастку от портпоселка до центрального района. Погнали. Включаем третью скорость. Посмотрим, на что способен этот электросамокат. Пока вот особых доработок я никаких не предпринимал для этого самоката. Так, приобрел его в июне. Проехал на нем уже более 1200 км. Сейчас подъем самокат вытягивает меня на скорости 35 км в час. Подъем усиливается, поэтому скорость проседает до 26 км. Снова подрастает до 28 км. Единственное, что я доработал у этого самоката, это поставил новые болты там, где крепятся сидения, потому что оригинальные разболтались, на них стерлась резьба. я поставил болты чуть побольше в диаметре. И они сами нарезали резьбу поглубже, при этом шаг остался точно такой же, либо примерно такой же, как на оригинальных М6 с головкой от Шестиграги. Так, сейчас мы приближаемся к повороту. на скорости 45 км. Немножко добавляем газ, потому что здесь поворот достаточно медленный. Выходим, разгоняемся в 31 км. 37 км. 41 км. 18 км. Ну вот так и на 17 км в час самокат вывез меня на вершину подъема. Сейчас мы едем со спуска на максимально возможной скорости для этого самоката. Посмотрим, на какой скорости он будет тормозить двигатель. Сейчас я раздел уже 55, 57 км. Сейчас в дорогу превращается плоскость. Снова 51 км. Немольшой спуск 55 км. Снова 53 км. Большой поворот. Здесь очень такой показательный тест. Мне очень нравится эта местность. Здесь как спуски, так и полники, так и подъемчики. Очень интересно. Как скорость в районе 50 держится. Что несколько быстрее, чем на версии 2019 года. Примерно на 5 км в час при прочих раундах. Сейчас на 30 я забрался на вершину этого холмика. Сейчас спускаюсь. Скорость выше 50. 55, если бы точно. Так, на скорости 51 проносимся. Между связками. Притормаживаем перед правым поворотом. Здесь очень скользко. Опасный участок. Разгружаем заднюю ось. Тихонько, чтобы подъем было легче самокату взбираться. Ну, на скорости 31 км в час. Вполне достойно. Он вывозит меня на вершину этого холмика. Сейчас такая равнина с небольшим подъемом. Который как бы визуально не видно. Но он все-таки есть. Поэтому самокаты здесь не так-то и легко. Но скорость достигает 43. Уже 45. Так, дорога пошла на спуск. Препятствий сегодня здесь никаких не навалено. Мы можем ехать полный ДАЗ. Ничего не бояться. Маленький пенек валялся справа от меня. Так. Большая точка. И вот. Мы валить ей раз в 55 км в час. 48 вольт напряжения на батарею во время движения. Полный достойный показатель. Здесь очень такая неровная дорога. Здесь постоянно какие-то выбоины. Иначе полицейские. Нужно стараться их объезжать справа. Чтобы не объезжать лишний раз на африканское. Чтобы не разбалкивать резьбовые соединения. Не повреждать лишний раз подвеску. Так. Ух. Лежачий полицейский опять не заметил. Так. Здесь у нас еще один лежачий полицейский. Объезжаю. Так. Едем в подъем. Достаточно крутой подъем. Смотрим. 24 км в час. Сейчас уже просел до 17. И снова на увеличение. Лежачий полицейский надел уже тут. Здесь практически невозможно объехать. поэтому двигаемся по пути до меньшего сопротивления. Так. Здесь щеленка. После дождя все немного мокло. подъем. Идем в поворот. Вот мы уехали в форт поселок. Вернее место. Вернее место где он уже практически заканчивается. Вернее место. Вернее место. Вернее место. Посмотримся по сторонам. Идем дальше. Здесь лежачий полицейский. Можно преодолеть его пути на меньшего сопротивления. Здесь это думаю сделать вот так. Так. Этот полицейский. Никак не объехать. Тихонько. Преодолели препятствия. И двигаемся дальше. Так. Все лежаки преодолели. Начинаем свой разгон. Самокарты сегодня достаточно шустро разгоняются. Потому что напряжение выше 50 вольт. Простое. Во время движения 48 вольт. Стабильно держит. Вот 30 км в час заезжаем в этот небольшой подъем. И вот мы уже приблизились к нашей любимой велодорожке центрального района. Которая ведет к стадиону СТК имени Степаново. С этого момента началась велодорожка. Здесь можно разгоняться на полную катушку. Главное следить за пешеходами. Скорость равна 51 км в час. Начали разгон. Сегодня солнечная погода. Последние деньки радуют. Красивой картинкой. Но мы разогнались до 40 км в час. В небольшой подъем. Сейчас уже 42. Снова разогнались до 40. 46. Метерок все-таки встречный немного мешает. А тем не менее. 44 км в час. Зачем пешеходы ходят по велодорожкам? Непонятно. 48. Красота. Месешься на электросамокате под 50 км в час. Ничто тебе не мешает. Можно ездить как на работу. Так по делам. Лучше чем пешком. И веселее чем на автомобиле. Компактный мобильный транспорт, который можно убрать себе в багажник автомобиля. Выехать по природу. И кататься как я сейчас прям. Очень красиво. Очень весело. Одно удовольствие кататься на электросамокате под под 50 км в час. И наблюдать красивую картинку по сторонам. При этом не сильно уставая физически. Самое главное сохранять концентрацию. И умело управлять электросамокатом на больших скоростях. Тем временем мы разогнали уже 50 км в час. 50-51. Несмотря на встречный ветер. Так и держится скорость в районе 50 км в час. Поехали. Поехали. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Так, ёлгорожка подошла к концу. Разворачиваемся Снова скорость примерно на 40 км в час Напряжение на батарее во время движения 46 вольт А это при нажатом корке газа При отключенном 48,5 Отличный ветер Дует прямо в лицо А я еду со скоростью 50 км в час И даже не напрягаюсь Нахлаждаюсь красивой картинкой Прекрасной погодой А встречный ветер дует мне прямо в лицо И обдувает до скорости Правостороннее движение соблюдаем Не создаем опасности движущимися транспортом Пешеходам Велосипедистам И сохраняем концентрацию Чтобы не вылететь в одном из поворотов Это очень важно Так, мы снова движемся на спуск И под 48 км в час Залетаем подъем В этот подъем скорость Не упала ниже Ниже 24 км в час Сейчас так и вовсе 27 км было В самой крайней точке подъема Скорость просела до 20 км в час Едем на спуск Этот самый сильный спуск И скорость 57 км в час Понимаю, в холодную погоду, конечно Сильнее тормозить двигателем Не знаю, с чем это связано Возможно, напряжение на батареях Проседает гораздо быстрее, чем в теплую погоду Подходит к концу наш маршрут Скорость 44 км в час Под 50 мы несемся со спуском Очень экстремально Даже сбросил газ, а скорость в следующий 50 И перед поворотом нужно обязательно притормозить Иначе поверхность после дождя достаточно скользкая И может вынести Здесь снова небольшой спуск И вот мы уже выкатываемся Туда, где все начиналось Очень классно Очень круто Напряжение все еще 49 вольт Ну вот мы и приехали О, кажется у меня появился соперник Ну что, погоняем? Устроим драгрейсинг? Ммм? Кайф Итак, решили устроить заезд Куга М4 2019 года слева 500 ватное мотор-колесо Против Куга М4 Про 2020 года Это 600 ватное мотор-колесо Ну что, поехали У нас прямая тут достаточно длинная Чтобы оценить скорость На счет 3 2 1 Поехали Так, бодрый старт Куга М4 Про М4 немножко отстала Но М4 потихоньку начинает догонять Контроллеры по-разному настроены Так, и Куга М4 Про Безоговорочный лидер гонки 46 48 50 Хорошо так разогнался Ну и классика Последняя гонка В обратную сторону Против ветра 3 2 1 Поехали Так, М4 быстрее Немножко против ветра Но это поначалу Так, и вот М4 Прошка начинает догонять Давай Прошка, давай Прошка 40 км в час против ветра И вот уже Прошка впереди Вот аккумулятор подсел А до 40 не было Против ветра там уж Я тоже 40 еле-еле вытащил Такой вот был заезд Куга М4 Про, конечно, не безоговорочно Но выиграл И сейчас я решил записать для вас Небольшой внедорожный тест Уже темнеет У нас крайняя точка заката Уже буквально через несколько минут Солнце зайдет за горизонт А мы снимаем самокат с подножки И начинаем разгон Сейчас небольшой участок В обратную сторону по асфальту А дальше мы перейдем на бездорожье И будем двигаться по лесу Мотоциклист На велосипеде с мотором Весьма неожиданно было его там встретить А мы с вами начинаем разгон Что же Движемся по песку 16-18 км в час по песку В подъем Здесь у нас Выгоревший лес Начинает зарастать Но песка При этом не убавилось Итак Мы уже приближаемся К песчаному спуску Очень такой Показательный маршрут Здесь Желательно с нажатым газом И самокат со спуска Все-таки успешно Вытаскивает меня Сейчас Небольшой разгон По правильной колее Почти выехал Немножко зарылся в самом конце Но все-таки удачно Удачно Напряжение на батарее уже 47,6 вольта Это примерно 40% заряда А мы сейчас движемся по равнине Бездорожье Лес Посмотрим Очень комфортно Вот За счет шин За счет подвески За счет амортизируемого сидения Такой экстремальный маршрут Так Весьма-весьма Интересно вот так вот кататься Такой фрирайд Напоминает эндуро На мотоцикле 40 км в час По бездорожью Это очень круто Итак Стараемся Стараемся Выехать Здесь небольшие такие корни деревьев Попались нам на пути Так Осторожно Временами, как на мотоцикле Приходится касаться Земли Ногами Дабы не упасть Когда самокат начинает Зарываться Кролюсами Песок Сейчас мы Движемся по Весьма интересному Ландшафту Это Достаточно такая Утоптанная тропинка Покрытая Слоем листвы Уже октябрь месяц Пускай и сегодня Лишь третье число Самокат продолжает Движение Со скоростью 30 км в час Небольшой подъем Миновали Продолжаем движение На спуск Здесь такие ухабы Главное, чтобы На пути не попадались Корни деревьев Сейчас немножко Подскочу Так Забираемся В подъем Самокат Везет 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 15 км в час Все-таки Вывес Напряжение 44,4 При движении Подъем При движении Со спуска 47,2 Здесь трясет Здесь много корней Пускай они не очень серьезные Но все-таки есть Когда вот такая неровная дорога Лучше снизить скорость Сигнал все-таки работает Сигнал помогает 47,3 вольта Включим свет На заднем крыле самоката Расположен Габаритный Светодиодный Огонь Совмещенный Со стоп-сигналом По бокам Самоката Находятся Разноцветные Светодиодные Огни РГБ-подсветка Ну а Над передним колесом Очень низко Расположена Линзованная Светодиодная Оптика Посмотрим Насколько Информативной Окажется Подсветка Передняя фара При движении По лесу Сейчас у нас Глубокая осень 9 октября И посмотрим Насколько Хорошо Подчеркивает Детали Ландшафта Это Передняя фара Чем ниже Расположена Фара Тем лучше Подсвечиваются Все неровности На асфальте Можно Рассмотреть Выбойны Можно Увидеть Лежачие Полицейские Торчащие Корни Камни В лесу Я вот Вижу Что Каждый Листочек Каждая Травинка Отбрасывает Тень Благодаря Этому Я понимаю Что Разгоняться На этом Участке Не стоит Я могу Здесь Уже Разогнаться Уверенно Могу Чувствовать Себя Даже На скоростях За 30 Км Час Очень Комфортно Перемещаться С такой Фарой По Темному Лесу Потому Что Других Источников Ухрещения Нет Я уже Несколько Раз Подсвечивал Путь Подсвечивал Путь Велосипедистам Вот Навстречу Велосипедист Как раз Могу Разогнаться И мне Очень Комфортно Увидел Торчащие Корни И неровности Сразу Притормаживаю Очень Информативная Фара Меня Она Полностью Устраивает Как Вам Освещение Пишите В Комментариях В итоге По сравнению С прошлогодней Моделью Заметен Очевидный Прогресс Многие Проблемные Места Устранили Качество Сборки Заметно Выросло Есть Пара Проблем Которые Требуют Доработки Например Люфт Стойки Сидения И складных Ручек Руля Все Эти Болячки Лечатся Своими Руками А Замена Метизов Копеечные Расходы Гидроизоляцию При покупке Лучше Не Делать Если Вы Катаетесь В холодную Погоду А затем Затаскиваете Самокат Домой Внутри Деки Может Образоваться Конденсат Влага В наглухо Закрытом Пространстве Деки Никуда Не Сможет Испариться Или Вытечь Поэтому Лучше Пожалуй Эксплуатировать Самокат Не Заполняя Зазоры В деке Силиконовым Герметиком Гораздо Эффективнее Заизолировать Проводку На контактах Используя Термоусадочные Трубки Что касается Динамических Характеристик Самоката То Действительно Есть Улучшения В плане Максимальной Скорости Относительно М4 Про 2019 Максимальная Скорость Выросла И при движении По равнине Где Прошлогодний Самокат Разгонял 45 Новый Едет 51 На спусках Лимит Максималки Тоже Вырос С 51 До 57 Динамика Разгона При этом Не особо Изменилась Поэтому На извилистых И средне Скоростных Маршрутах Разницы Почти Нет Что Касается Максимальной Дальности Пробега На одном Заряде Я успел Проехать 56 С половиной Километров И Это Еще Не Предел Показатели Зависят От местности По Которой Вы Катаетесь Большое Количество Тяжелых Подъемов Режим Перемещения Старт Стоп Разряжает Аккумулятор Гораздо Быстрее Даже Чем Непрерывное Передвижение На максимальной Скорости По равнине Заводские Внедорожные Покрышки У самоката Довольно Шумные Но Минусом Это Не назовешь Так как По мокрому И по Грунтовому Покрытию Существенно Улучшился Держак Накат У этих Покрышек Довольно Хороший Тут Есть Важный Момент Нужно Следить За Давлением Шинах Если Оно Опустится Ниже Полутора Бар Существует Большой Риск Того Что Покрышка Перетрет Камеру В темное Время Суток Фара Светит Довольно Неплохо А самое Главное То что Она Расположена Достаточно Низко Благодаря Чему Каждая Неровность Очень Хорошо Читается По ощущениям Задний Амортизатор Стал Мягче А передний Амортизатор На стыках Больше Не издает Металлический Звон В ушах Главное Своевременно Чистить Его В целом Самокат Мне нравится Больше Нежели Версия 2019 Года К тому же В плане Дизайна Самокат Заметно Вырос Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Рассказывайте Друзьям Оставляйте Комментарии Впереди Вас ждет Еще много Всего Интересного Так что До новых Встреч